Аня, я сегодня приехал к тебе в 9 утра, и пока ты собиралась, я встретил нашу общую знакомую, которая нечаянно так тебя спалила. Вот я прям так и скажу. Она сказала, что ты провела 2 года в Китае, что у тебя очень интересная история, и вот зачем ты туда поехала, мне стало интересно знать. Конечно, предварительно я готовил другие вопросы, но начну с этого. Очень интересно. Да, на самом деле я уже 3 года живу в Азии, и да, уже точно прям 3 года. Все случилось совершенно случайно, мне просто наскучила моя жизнь в России. Случайно наскучила? Случайно, вот просто взяла и наскучила, и я решила, что есть жизнь интереснее. Расскажи, как это было? Ты сидела на кухне, пила чай, смотрела новости. Примерно так. На самом деле я из города Владивостока, и у меня, в принципе, вообще ничего не мешало дальше жить в своем городе, развиваться и так далее. У меня была хорошая, стабильная работа, все, не знаю, все для жизни и развития. Но просто в один момент я такая посидела и подумала, что есть жизнь интереснее, есть работа интереснее. Я еще не была ни в каких странах, не путешествовала. Еще вокруг столько всего интересного и познавательного, куда мне стоило бы поехать. Таким образом я подумала, что почему бы мне не попробовать... Сидишь в Китае. На самом деле у нас Китай просто близко находится, и это был такой самый легкий способ сбежать из своего города. И, ну, как мы знаем, Китай это вообще промышленный центр всего мира, он кормит, одевает, все делает абсолютно. Поэтому я подумала, что так как наш город очень тесно с этим связан, я смогу себя там найти с легкостью. И уже находясь в России, еще находясь в России, в своем городе, я начала серфить сайты, форумы своих знакомых. Таким образом я вышла на свою подружку детства, которая уже жила в Китае, училась в Китае, она уже знала китайский. Я ей быстро... Это действительно было вообще в считанные дни, вот прям осень. Я, кстати, до этого планировала в Питер переехать, но так как Питер это тоже Россия, и там особо ничего у меня не поменяется, кроме как я ближе к Европе стану, я решила, что поеду я в Китай. И почему-то я давно путешествовала, ну, не путешествовала, по работе ездила в Китай, и у меня вот в душе, знаешь, такая была не мечта, но вот что-то я еще не сделала, я очень хотела поехать в Гуанчжоу. Вот в Гуанчжоу и все. Мне нужно вот прям промышленный центр Китая. И все, за месяц я списалась с подружкой, подружка как раз тоже оказалась, хотела в Гуанчжоу. Мы за месяц уволились с работы, все свои дела завершили, взяли билеты, сделали визы и уехали. Вообще незнакомый город, там у нас не было знакомых абсолютно. Мало того, в Китае на юге, как мы знаем, там вообще другой диалект, соответственно, она его не знала, то есть китайский, который она изучала всю жизнь, он там просто особо не применяем. То есть та подружка, которую ты нашла на просторах интернета и которая была уже в Китае, вы вместе с ней поехали? Нет, нет. В другой подружке? Нет, нет. Подружка детства. Так. Я ее нашла в интернете, в соцсетях. Так. Она жила в соседнем доме от меня, мы просто не общались очень долгое время. Интересно. Да. Социальные сети объединяет соседину. Да, таким образом я ей написала. Так как она уже знала китайский, она уже путешествовала, училась в Китае. Вот. Я ей написала и мы с ней договорились, что едем в Гуанчжоу через месяц. Круто. То есть ты ей не говорила там, соседний город просто, просто на всякий случай возьми за гранд с собой, нет? Нет, нет, нет. Все, как и стали чистой и прозрачной, в Китае и мы вдвоем. Да, да. Я ей написала, говорю, поехали в Гуанчжоу, что ты тут делаешь? Она такая, да, давай, все нормально. Она говорит, да, я как раз только недавно вернулась, не помню, с Циндао, по-моему. Он говорит, я очень хочу в Гуанчжоу поехать, поехали. Не, понял. А еще говорят мужчины с сильной полой, все такое. Вот так вот попробуй, предложи своему другу поехать куда-нибудь в Гуанчжоу. Мне кажется, ну как минимум отказ, как максимум, на тебя посмотрят так, что не захочешь больше предлагать. Ну хорошо, и что дала тебе эта поездка? Зачем? Одно дело ради прикола сменить обстановку, вот потому что надоело, потому что скучно. А другое дело прожить там сколько? Два года. Два года. Тебя просто не выпускали обратно или ты что-то там нашла такое, что действительно заинтересовало тебя аж на два года? Ну, так как я изначально хотела сменить обстановку, да, попробовать себя в совершенно другом направлении, все изменить в своей жизни и посмотреть, как у меня это будет все складываться. Прости, перебиваю, зачем все менять в своей жизни? Ну, было скучновато мне. Да что такое? Работа есть, друзья есть. Да, ну скучно мне было, мне хотелось какого-то, не знаю, яркости, событий, красоты, чего-то такого. Красоты какой, эстетической какой-то? Красоты, может быть, природы, путешествий, море красивое. Поэтому ты едешь в самый промышленный город, да? Поэтому я еду же зарабатывать. Что нужно сладиться красотой природы? И это за границей, то есть там пальмы, это юг Китая. Ну ладно, убедилась. Хорошо, два года в Китае. Ну, мы приехали, так как у нас вообще совершенно не было знакомых, у нас уже было там несколько наработанных клиентов до этого, мы постарались. Вот, и, ну это был шок, потому что это была кантонская выставка, было очень много иностранцев, приехало по работе, по бизнесу. А что обычно на кантонской выставке происходит? Кантонская выставка – это самая большая выставка в мире, она проводится в Гуанчжоу, там собираются все поставщики, фабрики по всему миру и предлагают свой товар. Вот, она проходит в три сессии, сессии разделены, ну, по определенным категориям, там, первая категория – машиностроение, допустим, все, что связано с электроникой, вторая категория – это мебель, по-моему, и третья категория – это еда, там, и так далее. Одним словом, каждый найдет все, что хочет, да? Да, да, там действительно, ноу-хауси, электро, всякие гаджеты, там, и так далее, вот это вот все, все приезжают с огромными глазами и начинают, там, искать что-то новое для своего бизнеса. Вот, и город наполняется множеством вообще разных абсолютно людей, интересных. Я тогда английский вообще забыла, ну, то есть вообще ноль у меня был. Не знала, да еще и забыла, да? Я знала его, но забыла, да, потому что практики в России никакой не было. Вот, и мы поработали, в общем, несколько месяцев со своими клиентами, потом я решила, что я буду устраиваться на стабильную работу, потому что языков я не знаю, и нужна была какая-то стабильность, нужно было себя, я не знаю, жить в квартире, в хорошей хотелось жить, там, в городе, в центре хотелось жить, то есть приоритеты росли, уровень жизни, рост, там, и так далее, и хотелось к этому стремиться еще больше. Я устроилась в логистическую компанию, как сейчас я поняла, это была ловушка. В каком плане? В плане том, что... Эту ловушку поставила перед тобой сама жизнь или китайца? Эту ловушку, да, потому что я же уехала, чтобы быть в свободном полете, чтобы быть независимой от работодателя, начать свое какое-то направление, возможно, открытие своего магазина в городе с помощью найденных поставщиков в Китае, ну, или что-то в этом роде, а получилось, что я устроилась на работу в офис. Ну, тоже неплохо. Ну, неплохо, но это... Можно начинать по маленькому. Ну, да, 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 поэтому в логистическую компанию я устроилась, работала с раннего утра до позднего вечера, изучила все в этом направлении, все, что связано с логистикой, и компанией, и респреденцией, и таможней, и так далее, то есть все, что с этим направлением связано, и потом я поехала на Филиппины в отпуск, вот. Мне очень много рассказывали про этот замечательный волшебный остров Баракай, вот, мы с подружками собрались, я была... я не верила своим глазам, что я нахожусь на этом... Я не знаю. Не, даже не знаю, в сумасшедшем красивом, волшебном, сказочном острове, и там каждый день с огромными глазами бегала, радовалась жизни, и уже, ну, как раз этот момент мне подсказало, что в Китае я уже жить не хочу. Да. Все, и с тех пор ты занимаешься свободными путешествиями, да? Да. Ну, как, я не могу сказать, что я прям свободный путешественник, да, я люблю больше осесть где-нибудь. Ну, то есть я куда-то поехала, я там осела, я изучила, допустим, эту местность, я пожила, я прониклась в культуру там, в местное население там и так далее. То есть мне это тоже очень интересно, очень важно, и прыгать с одного места, как, не знаю, зачем-то гнаться, я так не люблю. Должна быть все размеренно, плавно так переходить друг в дружку. Собственно, у меня почти плавно... нет, не плавно. Я расскажу историю, как я на Бали попала. Конечно. Тут все можно. В общем, я уже на Баракай решила, что я не возвращаюсь, завершаю, вернее, все свои дела на работе, приезжаю через неделю в офис. Через две недели я покупаю обратный билет на Баракай. Как-то круто. Да, сразу. Я уже, я жила вся в мечтах, что я хочу там жить. Там просто сногсшибательный берег, море, все-все-все, абсолютно. Люди тоже замечательные. Ну, прям как в фильмах показывают, да? Да, там все такие добрые, friendly, такие классные. Вот. Вот. И... Завершала, в общем, свои дела. У меня уже был знакомый, который я жила... Ой. Который жил на Бали. Знакомый по Китаю. То есть, я ему как-то помогла в Китае найти какой-то товар. Мы ни разу не виделись. Ну, очень активно переписывались просто. Он говорит, что ты там сидишь на работе, едь на Бали. Я говорю, как так? Я же работаю, я не могу. Я вот поеду на Филиппины. На Филиппинах я, возможно, поживу. А потом, может быть, я поеду на Бали. Он говорит, да зачем тебе эти Филиппины едь сразу на Бали? Я говорю, я не могу, у меня билеты уже есть. В общем, он меня так зарядил, что, ну, что ты там сидишь на этой работе. Ну, вот плюс ко всему, что я уже увидела на Баракайе, да. Он еще мне такой, как пинок дал. И я действительно такая села и подумала, что хватит сидеть, надо ехать дальше. И нужно настраивать каналы именно фрилансерской жизни. Ну, фрилансерская, это не так свободного, наверное. Ну, это, конечно, не пассивный источник дохода. Да, это не пассивный. Но, тем не менее, это дает больше свобод, чем привязанность к офису. Да, 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 да. Так. Вот. И к тому времени я уже, у меня уже были поставщики, наработанные по обуви. По обуви, по одежде и так далее. И я подумала, что почему бы мне не начать работать удаленно с поставщиками и с клиентами в России, где угодно я могу находиться. Потому что... Отлично. И сейчас у тебя получается? Да. Здорово. Сейчас я до сих пор этим занимаюсь. То есть, я не останавливаюсь на определенных поставщиках. Сейчас я уже вышла на европейский рынок, потому что планирую свою поездку в Европу. Я очень хочу туда... Мне больше... Потому что, опять же, в Китае это копия. Я занимаюсь брендовой обувью, и это копия. Копии мне не особо интересны. Хочется вот, чтобы это было настоящий продукт. Да. Поэтому, буквально, ну, на днях я вышла на поставщиках, который занимается оригинальной продукцией. И, соответственно, наложу сейчас этот канал, чтобы в последующем... Большая разница процентов? Конечно. В два, в три раза? Да. Ну, где-то в два, в три, да. В два, в три, в четыре. В зависимости от поставщика в Китае. У меня был очень хороший производитель. Он делал в точности по оригиналу. Поэтому там и цена была высокая изначально. Вот. Если сравнивать это с обычным, я не знаю, портным, да, там, фабрикой в Китае, в Китае очень много фабрик. Очень много. Одного бренда может быть просто, я не знаю, 50 фабрик, наверное, 100 фабрик по всему Китаю расположенных. Вот. И, то есть, он может быть там от 1000 рублей в зависимости от пошива там и так далее, качества и так далее. Я понял. Я понял. Аня, сейчас я услышал твою потрясающую историю. Это, на самом деле, очень интересно, потому что взять так и сорваться, да еще и прихватить с собой подругу. На два года в Китай, потом поехать путешествовать. Ты, я так понял, вообще в России не возвращалась, да? Почему? Я была. Периодически бываешь, да? Да, да, да. Периодически. Вот последний год я не ездила, а так каждый там полгода, раз в год я ездила домой. Ну все равно, путешествия хорошо. И вот тут у меня просто родился вопрос на мотивации. Где все-таки найти в себе силы, я уже даже не говорю про энергию там, еще что-то, а силы и уверенность в себе. Вот сделать первый шаг и все-таки решившись поехать. Потому что, ну, по большей части ты просто окунаешься в неизвестность. Угу. Причем ты сама себя загоняешь в эту неизвестность, никто же тебя не просит. Да. Да, 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 да. Да, и как вот с этим справляться? Ты просто настолько волевой человек, ты никогда не плачешь. Тебе… Как это? Я очень сентиментальна. Ну вот. Ты вот расскажи, как сентиментальная девушка набралась храбрости, силы, уверенности для того, чтобы совершить вот такие шаги? Угу. Ну, как мы тут выяснили, ну, не совсем недавно, на одном из тренингов, которые я проходила, что мне нравится все за заборное. Это как? Это означает, что все, что находится за забором, мне интересно. Мне интересно? Интересно. Да, все, что мне неизвестно, мне интересно. Любопытно как? Любопытно, интересно, мне хочется увидеть это больше, познать это больше. То есть, когда я дохожу до того момента, когда все же предел моего познания об этом предмете или, я не знаю, чем-то еще, то, ну, я переключаюсь на что-то другое. Вот, на самом деле, я вот сейчас мне этим вопросом зацепил именно чувство, которое я испытывала, находясь в России. Потому что очень важно чувствовать себя, очень важно чувствовать свое сердце, то, что вот внутри нам всем что-то говорят. Всегда. Всегда. Но зачастую мы никогда не слышим, игнорируем, потому что у нас очень много там каких-то проблем, стрессов, эмоций и так далее. Если откинуть всю эту мишуру, то внутри останется ваша мечта. Вот, когда эту мечту услышишь, когда, и пусть она будет какая-то вообще зарубежная, заграничная и так далее, но она есть и она живет не просто так у вас родилась в своей, в голове. Вообще не просто так. То есть, ну, как правило, мечты придуманы для того, чтобы их исполнять. Да. Да. И это, на самом деле, и есть основная цель вашей жизни. Цель жизни. Это, ну, сейчас, честно говоря, только об этом задумалась, у меня прям цепочка такая прошла. Потому что на своем примере, я могу сказать, в самом раннем детстве я мечтала заниматься обувью. Угу. Я это забыла. Естественно, я забыла, потому что там школа, университет, еще что-то, друзья там, ну, и так далее. Все это крутится, вертится. Я вспомнила об этом, когда я приехала в Китай, когда у меня появились знакомые, которые занимаются обувью. Я такая, господи, они мне в захлеб рассказывают, как они делают эту подошву. А я сижу в захлеб, вот с такими огромными глазами слушаю. Вот. И действительно, когда перед моим отъездом из России я пыталась почувствовать, что у меня внутри, чего мне хочется больше, и ради чего я готова там все бросить и попробовать новую абсолютно жизнь. Это было действительно, ну, такое яркое понимание и очень близко к мечте. Ясно. Теперь я хочу тебе задать вопрос об ошибках. Угу. Хорошо, мечту ты нашла, дерзнула, рванула вот так вот, можно сказать, сгоряча даже, да, причем еще на два года. Вот. Одно дело, когда ты идешь по протоптанной дороге, да, когда уже все известно, другое дело, когда ты идешь по дороге, которая еще не открыта, по которой предстоит пройти впервые. Угу. И даже несмотря на то, что у кого-то там, может быть, есть опыт, не всегда к нему прислушиваешься, не всегда он вовремя доходит до тебя и так далее. Соответственно, на таком пути можно наделать ошибок. Дров нарубить. Нарубила? Очень много. Очень много? Да. А подеришься, может быть, даже не самыми основными, а теми ошибками, которых бы ты постаралась избежать вот уже с позиции сегодня. Угу. Вот ты как уже более опытный человек, проделавший этот путь. У меня есть такая, ну, немного предыстория. Мы ходили на Аббатур зимой. Это у нас вулкан действующий. Да, на Бали. Вот. И ты когда поднимаешься, и когда у тебя уже сил нет, ты идешь за кем-то и думаешь, а вот действительно, вот сейчас я иду уже, я иду по его следам. Я иду по протоптанной дороге. То есть, если сравнить это с жизнью, с настоящей, я иду по протоптанной дороге. А что, если я пойду сама? Я действительно, я пошла сама, ну, я рванула вперед наверх, пошла сама, и я загремела на гору. Ну, вообще, не на ту дорогу, там очень такой склон еще резкий был. Ну, я просто шла по своей, которую я и вижу, дороги. Ну, потом мне пришлось вернуться обратно и пойти вместе со всей делегацией. Так вот, я могу сказать, что прежде чем совершать все-таки какое-то действие, либо, я не знаю, проложенный путь, который для себя нашли, да, и прежде чем по нему идти, нужно все-таки найти... Еще другие варианты, да? Нет, нужно найти подобные пути только других людей. Ну, то есть, допустим, я хочу делать обувь, вот я должна сейчас изучить других очень известных модельеров, либо производителей, которые уже прошли этот путь, и посмотреть, какие у них были тоже ошибки, вот как они проходили этот путь. Потому что сам это хорошо, но это удлиняет время и удлиняет путь. Да, я понимаю, что ты говоришь. Вот. А когда ты уже идешь, ну, все-таки опираешься на чей-то опыт, то это упрощает немножечко. Не обязательно делать так же, это не об этом речь, а вот как-то полагаться немножко, опираться на его действия, это было бы очень классно. Ну да, именно поэтому советуют находить правильных наставников и так далее. Да, да, да. Потому что они это уже прошли и могут просто дать нужную рекомендацию. Да, учиться у успешных людей, это очень здорово. Ты учишься у успешных людей? Я, да, каждый день. У меня по сути очень успешные организаторы одного очень классного проекта живут, и я учусь каждый день. Вытягиваешь, так сказать, опыт, да? Да, да, я читаю книги, я прохожу тренинги регулярно, то есть я набираю знания, которые мне приходят. Кроме знаний, что это тебе дает? Ну, регулярное чтение книг, регулярное там общение, регулярные тренинги? Это практика. Практика чего? Ну, вот сейчас, допустим, к примеру, я читаю книжку Синельникова «Сила намерения». Ну, то есть там ты сразу это применяешь в дело и начинаешь, ну, действовать уже, то есть в процессе книжки. То есть ты не только наполняешься теорией. А если ты говоришь о книжках, которые там, убить в свое время, я такую не люблю. Есть такие книжки? Ну, допустим, какая-то приключенческая книжечка, можно ее прочесть, или там, история. Ну, мне это не очень интересно, мне нужно, чтобы, может быть, это как-то было связано с психологией, наверное. Ясно. Что-то такое. А силе твоего намерения или намерения? Что ты намереваешься сделать в ближайшие 3-5 лет? Какой будет, Анна? В ближайшие 3-5 лет я намереваюсь. Так. Причем сильно намереваешься. Да, я намереваюсь стать успешным дизайнером-произведителем своей торговой марки обуви, одежды и аксессуаров. Как назовешь? Анна Гейн. У меня уже есть бренд-нейм. Ну, его мне нужно зарегистрировать. Я вот сама придумывала. Сама придумала логотип. Вот. Сайт я тоже, ну, создала, но его нужно будет корректировать еще много раз. То есть постепенно у меня знания приходят, я их воплощаю. Так. Помимо известного дизайнера, который работает и выпускает продукцию по своим брендам, какой еще ты будешь? Я еще вижу себя и намереваюсь создать семью, естественно, то есть параллельно. Естественно и параллельно? Естественно. Да, это все и естественно. Параллельно имеется в виду моему проекту. Вот. Потому что работа, да, это, можно сказать, дизайнер, производитель торговой марки. Это так много, это так огромное. Но когда ты делаешь это все от сердца, от души, оно все вливается и не озадачивает абсолютно вообще ничем. Ни временем, ни, не знаю, ни энергией, она у тебя особо не тратится. Хорошо. Итак, если заглянуть в будущее, через пять лет, грубо говоря, Анна работает со своим успешным брендом, плюс имеет любящего человека, возможно, деток, да? Уже деток, да? Уже деток, да. Уже деток. Три. Три. И... Ну, ты знаешь, это и класс. Хорошо. Пусть так и будет. Я не буду мучить тебя вопросами о целях и намерениях. Угу. Я хотел тебе еще задать вот такой вопрос, буквально о двух словах. Я не буду просить у тебя рекомендаций для зрителей, но я спрошу, какими двумя-тремя рекомендациями ты пользуешься вот сейчас по жизни и которые, возможно, помогают там в сложных ситуациях, возможно, просто направляют на путь истинный и так далее. У меня есть. Даже одна, если она есть. У меня есть. Ну, она у меня вот прям одна, такая... Какая? Очень сильная. Это на английском языке «Nothing is impossible». Я не знаю, мне эта фраза, честно говоря, неосознанно абсолютно пришла. Я ей пользуюсь всегда. В переводе она обозначает «Нет ничего невозможного». Угу. Каждый раз, когда у меня какой-то тупик или неразбериха, у меня сразу эта строчка «Nothing is impossible». Все. И у меня сразу открывается несколько вариантов, несколько путей, несколько мероприятий. Сразу так, что ж я раньше-то. Да, да, да. Как интересно. Здорово. Аня, я тебе очень благодарен за то, что ты поделилась своей светлой историей, за то, что принесла немного дополнительного опыта в рамках этого интервью. Ну, и, конечно же, я желаю тебе по-прежнему оставаться в рамках тех целей и достижений, да, и постоянно делать что-то новое. Ну, и, конечно же, «All is impossible», да? «Nothing». Ну, «All is impossible» то же самое практически. «Нет». «All is impossible» – все невозможно. «All is possible». «All is possible». «All is possible». «All is possible». Простите меня, пожалуйста, все. Вот до чего доводит незнание английского. «Незнание». Так, ну, хорошо. «All is possible», и на этой прекрасной ноте мы, наверное, закончим наше интервью. А я тебе желаю удачи и успехов в своих начинаниях и продолжениях. Да, благодарю. И мне очень приятно, что мы так очень хорошо и приятно тут беседовали. Да, это взаимно. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин